Серия наших бесед с Хасаем Магомедовичем Алиевым подтолкнула меня к созданию серии лекций, посвященной проблеме или вопросам русского космизма, потому что действительно сама по себе эта тема достаточно большая и, я бы сказал, всегда актуальна. Мало того, когда мы говорим о космизме, что такое русский космизм, это сразу несколько направлений, это и ученые, это философы, музыканты, поэты, художники. И в целом русскому менталитету, российскому менталитету было свойственно всегда эта тема, именно некоторый элемент космизма. И здесь, конечно, мы можем встретить достаточно разных представителей, достаточно интересных мыслителей, но я бы начал все-таки сейчас с очень важного момента. Когда человек был еще в своем условно-первобытном состоянии, он все равно в определенном образе пробовал себя в этом мире обозначать. То есть действительно нужно было дать свое определение в этом мире и в этом пространстве. И отсюда, допустим, что делает первобытный человек? Он начинает проводить магические ритуалы. И часто эти ритуалы, которые, безусловно, связаны с циклической жизнью, и вот в лекциях, посвященной психологии времени, я об этом довольно много тоже рассказывал, что такое циклическая жизнь. Это жизнь про времени. То, что было раньше, будет возвращаться все время. То есть возвращаться в определенные периоды, в определенные ритуальные часы, в определенные дни. И это как раз очень интересная роль человека, когда, находясь в циклическом времени, он начинал чувствовать, что он может управлять природой, управлять временем. То есть он повелитель в некотором плане. То есть он стремился к этому. И, безусловно, человек стремился к преодолению своих каких-то ограничений с точки зрения человеческой природы. И, конечно, здесь мы должны понимать, что вообще первое, с чем человек столкнулся, это природные стихии. И, естественно, он смотрел на птиц, он видел, как они летают. И, разумеется, было важно все-таки в определенной степени понимать, чем мы отличаемся от птиц, от тех же самых. И, разумеется, появлялись и в сказках большое количество персонажей, которые именно летали, совершали воздушные перелеты. Мало того, даже в сказках известна метаморфоза перевода живой и мёртвой воды, каким образом вода воздействует на тело человека. То есть это вопросы, касаемые жизни и смерти. И, конечно, первое, с чем человек столкнулся, это преодоление его некоторых ограничений во времени и в пространстве. Но удивительно, что сказки, о которых у меня отдельный курс лекции, о котором я сейчас дописываю книгу, как раз это действительно закодированная информация о прошлом, о своём видении в жизни. Но вот когда мы говорим о русском космизме, здесь мы можем более близко и более интересно рассмотреть достаточно разное, весьма иногда непростые, но всегда очень интересные подходы. Ну и давайте, пожалуй, всё-таки немножко более подробно. Что же такое космизм? В философии, в русской классической философии, мы, конечно, можем вспомнить несколько очень важных для нас фамилий. Это Владимир Сергеевич Соловьёв, Павел Александрович Флоренский, Сергей Николаевич Булгаков. Кстати говоря, семейство Булгаковых, там было большое количество религиозных деятелей, преподавателей, богословов. И среди них, безусловно, профессор Афанасий Булгаков, тот самый, который Михаил Афанасьевич Булгаков, наш с вами писатель, его сын. И не забывайте, что в своих книгах он как раз о чертовщине пишет. Это тоже очень интересная метаморфоза преображения, когда преподавателя, именно преподавателя духовного вуза занимается тоже вопросами немножко потусторонними, но несколько разными. Вспомним хотя бы Воланда и поймём, что здесь очень многое пресечения. Но здесь, когда мы говорим о космизме, в первую очередь это Сергей Николаевич Булгаков. Ну, кстати говоря, в роду Булгаковых был и митрополит московский, да? Ну, ладно, это нам не столько сейчас важно. Дальше. Николай Александрович Бердяев, тоже линия, его нам оказывается в русле данной тематики тоже очень близка. И вот, допустим, когда мы говорим о Николае Александровиче Бердяеве, он говорил, что существует космоцентрический, узревающий божественной энергии в тварном мире, обращённый к преображению мира. Подход, да? Вот этот подход, этот взгляд к русскому космизму. Это очень интересная идея активной эволюции, то есть необходимости сознательного этапа развития мира, когда человечество постепенно, благодаря своему разуму, благодаря своему нравственному чувству, берёт эволюцию в свои руки. Да, мы здесь сразу можем с вами столкнуться с очень интересными вещами. Как историк, я тоже прекрасно это знаю, человечество толком не развивается. И часто студентам я говорю, что человечество, как бы мы не хотели, чтобы оно эволюционировало, мы видим инволюцию. И на протяжении многих столетий люди стараются, во-первых, изобретать всё новое оружие для того, чтобы друг друга убивать, или для того, чтобы напрочь убить человечество, уничтожить его. Это очень своеобразная тема, на самом деле. Вот это фактор деструктивности человеческого сознания. Но, с другой стороны, в человеке есть и тёмное, и светлое. И в данном случае, наверное, вспомню Амара Хаяма, Рубаят один, да? «Сквозь невидимое душу я свою послал познать хоть толику потустороннего мира. Но вот душа, вернувшись ко мне, провозгласила, ад и небо, всё во мне». Вот в данном случае мы должны понимать, что в человеке, конечно, ад и небо. Но мы должны также более, наверное, ориентироваться на что-то положительное. Вот как раз русские космисты более обращали внимание именно на светлое, нежели чем на тёмное. И в данном случае человек, для таких мыслителей, это существо промежуточное. Это существо, которое находится в процессе эволюционного роста. Оно несовершенно и не было совершенным. Но оно может, правильно сказать, призвано преображать внешний мир и, самое главное, собственный внутренний мир, собственную внутреннюю природу. Таким образом, человечество должно расширять свои права сознательно-духовных сил. И, конечно, здесь мы можем говорить о некотором элементе духовной экспансии. Но, безусловно, вопрос довольно своеобразный. Здесь, конечно, нужно вспомнить Владимира Ивановича Вернадского, который, безусловно, говорил о том, что человечество создаёт разумную оболочку планеты. Но здесь также имеет смысл вспомнить американского учёного Джеймса Дана, умер он в 1895 году. Это геолог, минералолог. И самое главное то, что он, на самом деле, был современником Чарльза Дарвина, который на 8 лет раньше, нежели чем Дарвин выпустил своё происхождение видов, в 1859 году выдвигает понятие энцефалоз. Энцефалоз или цифализация, правильно ли сказать. Кефалия – это голова, то есть это развитие головы. Вот идея очень интересная, потому что Джеймс Данн, профессор Ельского университета в Нью-Хейвене, он, конечно, более находился на грани философии. И как философ он говорил, что человечество должно обязательно эволюционировать. А Дарвин в своём происхождении видов чуть позже напишет как раз то, что человечество эволюционировало с точки зрения вида, своего вида. А Данн в первую очередь пишет о том, что человечество должно эволюционировать интеллектуально. Вопрос очень непростой. На самом деле Дарвин, конечно, о своей цифализации, в смысле, Дарвин о цифализации не писал, но у Дана эта цифализация уже была изначально выражена. А потом Вернадский называет идею о развитии человека, его интеллектуальном развитии, принципом Дана, то есть цифализации. То есть не теория, а здесь мы имеем с вами дело с эмпирическим обобщением. То есть вот в данном случае человечество должно развивать себя на уровне нравственности, на уровне интеллектуальности и быть более продуктивным для себя и для внешнего мира. Вот Владимир Иванович Вернадский так написал, что существует кривая прямая линия развития живого, то есть такой вот природный объективный процесс, который длится на протяжении определенного времени, он необратим, и человечество все равно должно развиваться. То есть эволюция, она восходит, она восходящая. Хотя, конечно, она спиральная в некотором плане, кстати говоря, напоминающая немножко цепочку ДНК. И в данном случае периодически она может на очередном своем кругу, который она делает, спиральный, возвращаться к чему-то, что уже было. То есть в данном случае вот теория эволюции выдвигались разные причины происхождения животных видов, смены, развития этих видов. И сводилось к тому, что сочетание изменчивости и наследственности. Здесь очень интересно, что Алексей Петрович Павлов, это геолог, в начале 20 века приходит к выводу, что с появлением человека историю Земли нужно выделить в особую геологическую эру. Именно особую геологическую эру. А Бюфон писал когда-то еще в 18 веке о царстве человека. Да, безусловно, царство царством, но насколько это царство уместно и насколько оно оказывается эволюционно совершенным. Когда-то Александр Николаевич Радищев в 1792 году написал книгу о человеке, его смертности и бессмертии. Для Радищева человек – это верхняя ступень, лестница постепенного совершенствования природных существ. И там все стихии и все возможности сходятся вместе, чтобы создать человечество как венец природы. И человек от всех других природных существ отличается, во-первых, своим творческим характером, во-вторых, что он себя создает, начиная с того, что он начинает ходить вертикально. Радищев пишет, но неужели человек есть конец творения? Уже ли сия удивление, достойная постепенность, дошед до оной, прерывается, останавливается, ничтожествует? Невозможно. Немецкий философ Гердер в 18 веке написал сочинение «Идея к философии истории». И где как раз он пишет, странно поражает нас, что из всех обитателей Земли человек далее всего от достижения цели своего предназначения. Какие мудрые слова. Кстати говоря, во многом как раз именно Гердер вдохновил Радищева на написание его книги «Человек и его смертности и бессмертия». Вот смотрите, человек далее всего от цели своего предназначения. Биологическое человек себе видит. Но разум, интеллект, к сожалению, пока буксует, пока не развивается в должной степени. И человек оказывается гораздо дальше тех идей, ради которых он когда-то был создан. В данном случае получается так, что Homo sapiens служит промежуточным звеном в длинных цепочках существ, которые имеют прошлое и по логике должны иметь будущее. Вот Вернацкий писал, человек не есть венец творения. И за человеком, за сознанием и жизнью в нынешней форме неизбежно должны следовать сверхсознание, сверхжизнь. И по факту именно у сверхсознания очень многие и религиозные мыслители и философы пишут. И вот интересно, Григорий Палама, это XIV век, когда-то создал учение о божественных энергиях. Это византийский богослов, церковный деятель. И вот он пишет следующее. «Не только Бог, будучи по своей сущности непостижимый, неопределимый, трансцендентной реальностью, нисходит своими энергиями, своими действиями в мир для спасения человека. Но и последний, то есть человек, неся в себе образ и подобие Божье, может в особом акте выхода из себя, вознесения над собственной тварной природой, уже сейчас, еще на земле, увидеть нетварный свет самого Бога». То есть способен физически предвосхитить то, что потом должно стать природой самого человека. Да, конечно, можем мы здесь вспомнить и изумрудную книгу Гермеса Тресмегиста, то, что вверху подобно тому, что внизу, а то, что внизу подобно тому, что наверху. Можем вспомнить создание человека по образу и подобию Божьему. Но все-таки здесь мне, наверное, уместнее процитировать еще и мыслителя 4 века Василия Великого. Он говорил так. «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Вот эта идея сама по себе довольно глубока. Не в том плане, что он божественное, как бы он венец творения, как обычно думают о себе коты. А в данном случае все гораздо более серьезно. То есть стать Богом по содержанию, по внутреннему содержанию. То есть очистить себя от природного, от прошлого, от наносного, от негативного. А природное не негативно. Но то, что делает человек в природе, часто достаточно опасно и негативно. Это действительно так. В 1903 году Бергсон в книге «Творческая эволюция» выдвигает идею следующего плана жизни, такая же вечная составляющая бытия, как материя и энергия. А разворачивание жизни, ну как вот в ДНК происходит, процесс космический, который движется внутренним творческим порывом. Владимир Иванович Вернадский тоже эту идею принимал достаточно близко. Но когда мы говорим о Бергсоне, тот говорил еще вот о чем. Он говорит, что существует грандиозная панорама, которая вообще представляет нарастающий эволюционный вал жизни. Ну вот, конечно, если представить, что происходит с энергией, с точки зрения того, как жизнь зарождается, каким образом это происходит, и каким образом постепенно идет эволюция. Животное опирается на растения, человек живет благодаря животному, а человечество во времени и в пространстве. Есть одна огромная армия, которая движется рядом с каждым из нас. Впереди и позади нас, пишет он, способная своей мощью победить всякое сопротивление и преодолеть многие препятствия, в том числе может быть и смерть. Иными словами, человечество – это мыслители, это люди, которые на протяжении многих поколений что-то создавали, что-то привносили в эту цивилизацию для того, чтобы она шла вперед. Поэтому по Бергсона мы все идем вместе, рядом, едино, в одном пространстве. Отсюда Бергсон вводит новое определение человека, которое потом и вернадский тоже использует, называется оно «хомофабер». Человек-ремесленник, человек, созидающий искусственные вещи и орудия. Ну, а если мы внимательно посмотрим, искусственное – это типичный человеческий вклад в наличность мира. И самое главное, что орудия расширяют способности и возможности самого человека, немножко дополняют его органы и придают ему новые силы. Вчера мы с моим одним знакомым говорили по поводу того, как постепенно, в каком состоянии человек может парковаться, допустим. Да, водитель иногда паркуется очень по-разному. И я как раз ему сказал, что машина для человека, который на протяжении многих лет за рулем, это такое же продолжение у руки, как ручка, допустим. Да, как, в принципе, любой инструмент. Машина для нас – это инструмент. Это то, что помогает нам сократить пространство. А иногда это то, что помогает нам создать для себя некоторые микросредов, которые мы можем себя чувствовать гораздо лучше, может быть. Да, это тоже очень важно. Вот. И здесь мы ещё что получаем в качестве инструментов. Это, допустим, системы наблюдения. Это бинокль. Это телескоп. Это нынешние видеодроны. Это то, что усиливает зрение. Это то, что даёт возможность увидеть, допустим, с высоты птичьего полёта то, что происходит на Земле. А ещё у нас появились искусственные крылья. Это самолёт как таковой. Может быть, это и ракета. Почему нет? И вот в данном случае потребность в творчестве по Бергсону определяет жизненный порыв в целом, а в человеке достигает своего апогея. И поэтому человек – это исключительный успех жизни. Но вот получается так, что творческие способности человека должны по логике раздвинуть его ограничения. И пределы этим ограничениям не поставлены. Но в том-то и дело, что мы знаем многие знания, многие печали. И когда эти знания оказываются в руках людей, которые творят чёрные дела, возникает немножко иная история. Но сейчас давайте рассмотрим ещё. Очень интересный был мыслитель. Это первый русский физик-теоретик Николай Алексеевич Умов, о котором Вернадский потом писал как о крупном, недостаточно оценённом мыслителе. Вот Умов развивал идеи, близкие к силе развития. Это то, что направляет живое ко всё большему совершенствованию сознания. То есть это как раз особая сущная жизнь, которая говорит о творческой природе человека. Вот что он пишет. Чем создание элементарнее, тем оно комфортабельнее, блаженнее, слито с природой. Конечно, животный мир, он более гармоничен в этой природе. Да, мы можем сказать, животный мир жесток, потому что нужно выживать, потому что животные должны находить себе пропитание и так далее. Но на самом деле, если мы посмотрим, животное идеально встроено в этот мир. Оно действительно блаженно, слито со средой. А по мере развития для него во внешней природе обнаруживается всё более препятствий и недочётов. Вот, допустим, человек, как существо интеллектуальное, сталкивается с этими недочётами, с препятствиями, недостатками и менее удовлетворяет нуждам усладнившегося в своих функциях и строения организма. И отсюда человек вынужден всё более усиленно приспосабливать среду к себе. То есть, сначала он работает с веществом мира инстинктивно, то есть, формирует, строит его, ну, допустим, строит себе жилище, как животное строит для себя гнездо или нору, да, нору. А с возрастающим в ряде живых существ осложнением жизни должна возрастать и способность к творчеству, и последовательный переход от бессознательных к сознательным актам. И вот Николай Алексеевич Умов предлагает новый эволюционный тип, который называет человек разумный, человек исследующий. Homo sapiens explorans – человек исследующий. Девизом такого человека должно быть «твори и созидай». И действительно, вот близким к идеям Умова был и Николай Фёдорович Фёдоров с его учением общего дела. Кстати, очень своеобразный философ, довольно интересный для нас. Вот у Фёдорова в субъекте всё, в субъекте все, а в объекте всё, что даётся всеобщим трудом и творчеством. Субъект, прежде всего, держит в себе всё, что было создано до него. А объект – это то, что он создаёт. Поэтому он пишет «жить со всеми и для всех». Вот это очень важно. Это идея истинного коллективизма, когда люди вместе работают для единой, для общей цели. И по логике человечество должно быть направлено именно на развитие, на объединение людей, которые его составляют в космическом масштабе. То есть Фёдоров предлагал… Идея очень новая, и психология она тоже была. Допустим, если мы берём Бориса Герасимовича Ананимова, тот когда-то предлагал такую идею человекознания, новая наука, которая должна объединить все науки о человеке. Вот Фёдоров предложил тоже идею объединения в космическом масштабе всего знания всех наук, то есть синтез всех наук. То есть это знание, которое доказано опытом. Это то, что является критерием истины. Вот что Фёдоров пишет. Жизнь человека затухает по меньшей мере по двум рядам причин. Внешнем – это стихийность среды, её разрушительный характер, чему не может противостоять недостаточная информационная ёмкость человеческого организма. Часто у человека не хватает знаний и умений для того, чтобы противодействовать этой внешней среде. Часто бывают стихийные бедствия, часто бывают заболевания, неизлечимые заболевания. И, может быть, знания могли бы и помочь, но пока человечество не располагает ими для того, чтобы вылечить неизлечимые заболевания, как один из вариантов. А второй ряд причин – это внутренние причины. То есть это материальная организация человека, которая не способна к бесконечному самообновлению. То есть она на самом деле не открытая система, она приходит постепенно к старению и к смерти. И получается так, что пока самообновления в должной степени не существует. Но всё же, согласно Фёдорову, господство над стихийными силами человек осуществляет прежде всего за счёт искусственных орудий, которые действительно продолжают все его прежние органы, то есть при помощи технических средств, при помощи машин. И благодаря этому человек начинает достигать колоссальных успехов, когда как раз его сказочные, казалось бы, устремления, посвящённые сапогам-скороходам, ковру-самолёту и так далее, реализуются. Но в то же время мы начинаем сталкиваться с тем, что техника, интеллектуальная техника, становится более мощной, более развитой, а человек по своей природе оказывается более слабым и гораздо меньше может развиваться и расти. И отсюда, конечно, на самом деле в этом есть очень серьёзная опасность. Я говорю в первую очередь как раз о современных интеллектуальных системах, о нейросетях, которые обучаются. И сейчас мы начинаем понимать, да, пока это детские лепят, то, что они пишут. Хотя уже студенты у меня начинают постепенно, допустим, на какие-то вопросы, благодаря нейросети, получать не только шпаргалки, но и ответы. Да, это легко просекается, это легко фиксировать. Пока, я бы сказал, это попытка заболтать читателя. Но давайте подумаем. Через несколько времени, если мы нейросети дадим ограниченное количество знаний, она из этих ограниченных знаний, не из всех ограниченных. Допустим, мы уберём лишние исторические данные, мы уберём лишних людей каких-то, которые могут нам не нравиться, как один из вариантов. Что делает нейросеть? Она создаёт другую, альтернативную, квази-историю, с квази-персонажами и квази-событиями. И благодаря им начинает создавать свою квази-философию и объяснение мира. То есть здесь мы с вами приходим к альтернативной цивилизации, которая на самом деле весьма и весьма может быть ущербной в силу того, что она не имеет отношения к объективной реальности. Я думаю, с этим мы столкнулись с вами в последние годы, когда мы уже начинаем понимать, что человечество живёт в альтернативных реальностях. И каждый, кто имеет отношение к своим культурам, считает эту альтернативную реальность единственно верной. Удивительная особенность. Но на самом деле, конечно, может возникать опасность того, что искусственный интеллект через какое-то время будет представлять опасность для самого человека. Хотя, конечно, сейчас человек более совершенен, нежели чем этот искусственный интеллект. Ну, во многих моментах. Но когда мы говорим о Франкенштейне, или, допустим, о киборгах, о роботах, которые постепенно будут более совершенными и более разумными, нежели чем человек, в этом тоже есть очень много оснований для опасений. То есть, значение техники отрицать нельзя, но нужно технику всегда ставить на определённое место, на определённый уровень. Вот что пишет Фёдоров. Человеку будут доступны все небесные пространства, все небесные миры, только тогда, когда он будет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, атомов, молекул, потому что только тогда он будет способен жить во всех средах и принимать всякие формы. То есть, смотрите, мы обязательно по Фёдорову должны глубоко исследовать механизмы питания растений, по принципу которому, в принципе, мы, возможно, будем перестраивать и свой собственный организм, где это может быть важным. Давайте подумаем. Сейчас, когда мы говорим о некоторых арабских странах, в богатых арабских странах, многие крупные города, оказывается, находятся в своём некотором микроклимате, где работают кондиционеры, где прекрасные условия для жизни, при всём том, что во внешнем мире это больше пустыня, то есть не совсем расположены к жизни человека. Но человек там довольно активно начинает менять вид пустыни и превращать пустыню постепенно в что-то цветущее. Ну, разумеется, всё это искусственно поддерживается человеком, но так оно идёт, так оно развивается. И вот в данном случае выходит так, что человек, конечно, меняет свою среду обитания. Но если мы говорим, допустим, о космических путешествиях, там волей-неволей, ну, допустим, если оно длится несколько месяцев, ещё более-менее понятно, Земли на орбиту могут привести пищу. Или, допустим, выращивать пищу на орбите, как один из вариантов, но тоже не всегда это может быть уместно, потому что человек ещенник, ему нужно мясо в первую очередь. Значит, искусственное мясо как вариант – тоже вопрос. И вот как раз Фёдоров говорит, что по факту, если, допустим, человек длительное время будет где-то находиться в какой-то замкнутой среде, он должен каким-то образом получать пищу. И вот он говорит, что человек должен будет приспособиться изучить механизм питания растений так, чтобы он также мог таким образом питаться. А может быть, это изменит и его длительность жизни. Нет, я не к веганам, не к, допустим, как раз людям, которые негативно относятся к мясу, да, то есть это немножко другая история. Здесь более важно то, что постепенно человек будет менять свою природу. Фёдоров говорит именно об этом. И для того, чтобы понять возможности существовать в разных средах, человек будет из физической оболочки постепенно осваивать новые оболочки, новые среды, как бы мы сейчас сказали, новые пространства жизни. То есть, может быть, новое измерение жизни. То есть, это тоже очень интересная способность. Ну, теперь давайте ещё рассмотрим несколько интересных моментов. Опять же, у Бергсона была очень хорошая идея. Это бессознательный инстинкт и интеллект. Ну, такая чисто психологическая, на самом деле, тема. Что такое инстинкт? Инстинкт – это способность пользоваться и создавать орудия, которые принадлежат организму. Ну, классический пример, как куколка превращается в бабочку. Да, о, бабочки. А хомофабер, человек, да, который созидает орудие, он свои искусственные органы, которые создаёт сам для манипулирования с телами мира, совершенствует. В результате развивает интеллект, а с интеллектом меняется и механистический подход к миру. Вот Бергсон пишет, интеллект характеризуется природным непониманием жизни. Иными словами, интеллект пробует разобрать на какие-то составные части эту жизнь. А инстинкт ограничен изнутри и интимно чувствует мир. Получается так, что в человеке, конечно, есть инстинктивно неразвитые зародыши инстинкта. Это интуиция, интуитивность, правое полушарие головного мозга. Но всё равно главное, что у человека присутствует, это интеллект. И Бергсон продолжает, если бы инстинкт мог озариться сознанием, то проник бы в самые недра жизни, в её тайнах тайных. Ведь он продолжает работу, посредством которой жизнь организует материю. Ну, давайте вернёмся немножко к идеям Фёдорова. Творчество самой жизни, органический процесс, которым он призывает, это истие расширения интеллекта. За счёт разбуженных и развитых ресурсов интуиции. То есть, это как раз владевание органа созидания, которое как раз более свойственно творящим самой природе на уровне инстинкта. И движет такой прогресс в первую очередь следующая идея человечества, это мечта о бессмертии. У Фёдорова очень интересный подход к идее жизни и смерти. Но для начала я немножко вспомню. В некоторых своих лекциях я об этом говорил. Как-то раз на канале «Наука» мы снимали одну передачу, и там я познакомился с очень интересным человеком, который как раз занимается идеями омоложения человеческого организма, а может быть даже и некоторого бессмертия. И вот в перерыве мы немножко разговорились по поводу бессмертия и по поводу того, зачем нужна смерть. С одной стороны, да, то, что мы смертны, немножко должно подстёгивать нас в плане того, что мы должны что-то успеть в этой жизни сделать. А с другой стороны, смерть часто вызывает страх, страх перестать существовать, и эта смерть может наступить внезапно. Но с другой стороны, давайте представим, люди стали бессмертными. С чем мы сразу сталкиваемся? Во-первых, мы с вами сталкиваемся с проблемой того, что людей становится всё больше. А где они будут существовать? То есть, если сейчас человечество уже достаточно активно развивается по всей планете, и особенно в ряде стран, допустим, это Китай или Индия, то дальше людей будет ещё больше. Где они будут существовать? Как они будут существовать? Интересный вопрос. Следующий вопрос, который сразу возникает, о чем они будут питаться? И там мы с ним разговаривались, я объяснил, что вопрос питания и вопрос разделения своих территориальных пространств для человечества будет играть очень существенную роль, когда мы все будем бессмертными, тем более. Значит, обязательно появятся постепенно те, которые имеют право кушать себе подобных, и те, которые этого права не имеют. Вот такая вот история получается, очень своеобразная. И ещё один вопрос здесь возникает, тоже весьма непраздный. если вы живёте много веков, это как Кащей Бессмертный, в лекции о Кащей Бессмертном я как раз эту тему тоже затрагивал, вы уже все видели, вам уже скучно, вы можете уже не развиваться дальше, по логике да, бессмертный человек должен развиваться дальше, а если он уже всё, что нужно, посмотрел, увидел, узнал, что будет подталкивать его к дальнейшей жизни, кроме бессмертия, ведь тогда бессмертие, как для Кащей, станет его проклятием. Помните такой анекдот? Как-то раз Кащей сначала повесился, потом застрелился, потом подорвался и так далее. В общем, весь день развлекался как мог. Вот, в данном случае, конечно, вопрос смерти и бессмертия, вопрос очень непраздный. И вот, давайте вернёмся с вами к идеям Фёдорова. вот что он считает. В первую очередь мечта о бессмертии. Впервые он предлагает путь опытного познания, путь преобразования законов природы, путь, который должен вести к победе над смертью. Ну вот, сейчас я, пожалуй, перед тем, как расскажу подход Фёдорова по поводу бессмертия, вспомню сейчас ещё одного очень интересного. Прежде всего, он нам известен как драматург, но я сегодня уже говорил, что представители русского космизма весьма разноплановые. Мыслители, философы, то есть, они из разных совершенно сфер, да, но их объединяет одно. Объединяет вот это вот космическая идея. Вот, Александр Васильевич Сухово-Кобылин, ну, нам он известен прежде всего как драматург. И вот, в своей бытность он удалился в своё родовое имение и более 20 лет потратил на создание такого философского синтеза идей Дарвина и диалектики Гегеля. В 1899 году в Кобылинке, Сухово-Кобылин, откуда, да, в Кобылинке разразился пожар. И погибла библиотека и практически все рукописи Сухово-Кобылина. То есть, вся его диалектика, вся его философия практически была уничтожена. Он её называл «Учение всемира». «Всемир» с большой боку описалось. Но, случайно, а может быть, не случайно, сохранились остатки рукописей Сухово-Кобылина, а чуть позже он пробовал снова восстановить текст в некотором плане. Ну, то, что получилось, то, что то получилось. И вот Сухово-Кобылин считал, что человечество находится в своей земной или теологической стадии развития. И человечеству предстоит пройти, завоевать собственными усилиями ещё две стадии. это солярная стадия, солнечная, когда произойдёт расселение землян в околосолнечном пространстве. И сидиральная, то есть звёздная, которая предполагает проникновение в глубины космоса и постепенное их освоение. Вот именно вот эти три стадии Сухово-Кобылина называл «Всемиром», то есть всемирное человечество. Мы с вами знаем пока только земное человечество. Помните, когда-то в советское время потлатые мужики с гитарами пели про траву у дома. Это группа землян называлась. Вот в данном случае это то, что касалось землян. Но даже сейчас, когда спрашиваешь, что нас всех вместе объединяет, очень редко люди мне отвечают на этот вопрос, что нас объединяет планета. А ведь на самом деле это очевидно. Мы с вами существуем на одной планете. И мы земное человечество, других видов человечества мы не знаем. И разумеется, мы понимаем, что если человечество становится бессмертным, оно должно расселяться постепенно по огромным космическим пространствам. Вот откуда этот всемир и происходит. То есть, это звездное будущее человечества. Но оно возможно только в случае колоссального эволюционного прогресса человечества, человеческой природы. И Сухов Кабулин мечтал о том, что будет возможность летания. То есть, это отрицание пространства или победа над ним, когда человек научится летать. И если вспомним XIX век, век потрясающих открытий, век науки, появляется поезд, велосипед. И самое главное, Сухов Кабулин писал, что это первые шаги к будущей свободе и силе. Он пишет так, «Починт зерно будущих органических крыльев, которыми человек несомненно порвет связующие его кандалы этого террорического мира». То есть, человеко-технического сменит человек летающий, высший солярный человек, который просветит свое тело до удельного веса воздуха. И для этого выработает свое тело в трубчатое тело, то есть, воздушное, а может быть, в эфирное тело. Давайте с вами подумаем. Ведь он здесь пишет совсем не о физическом теле. Здесь, опять же, так же, как и у Федорова, мы видим очень интересную идею. Постепенно человечество начинает осваивать и другие вариации жизни. Когда мы говорим, что мы живем в трех измерениях, мы их более-менее с вами знаем. Но здесь речь идет о других измерениях. То есть, человечество постепенно будет выходить в другие измерения, где будет адаптировать свое тело под существование именно там. Мало того, также Сухов Кабулин пишет и следующее, что постепенно человек сбросит свою нынешнюю тяжелую телесную оболочку и превратится в бессмертное духовное существо. То есть, это и есть такое радикальное переосмысление гигельевского абсолютного духа. То есть, это реальное человечество в грядущей космической судьбе. Ну вот, самое главное, что Сухов Кабулин пишет, что все это развитие идет посредством очень жесткого отбора, куда попадают огромные исторические периоды, особенно раннего эволюционного процесса. Там идет идея селекции, идея борьбы за жизнь. И все это человечество должно переносить. То есть, должны выжить лучшие по логике эволюционно. И вот здесь как раз мы с вами выходим еще на одну очень интересную тему. Что сначала человек начал с зверообразного антропофага, то есть, того, кто пожирал себе подобное. Ну, каннибала. А под конец этого развития экстрем, это уже лучезарная духовная личность. Ту, которую мы может быть видим как посредника между Богом и человечеством, так ангелов называют. В недавнем моей лекции, посвященной именам, я как раз отдельную группу женских имен отнес к группе вестников. Ну, к ним как раз относятся Ангелина, Анжелина и так далее. Вот это как раз посредники, да, то есть, это вот эти вот светлые существа особые, посредники. Ну, вот, в данном случае человек должен стать солярным, да, и человек чувствующий, рассудочный, постепенно должен менять свою внутреннюю суть. Идея сама по себе прекрасна, насколько она может быть развита. Ну, вот, здесь для нас еще важно, вот, допустим, идея сверхчеловека Ницше, я думаю, вы уже об этом подумали, да, вот, сверхчеловек, но у Ницше сверхчеловек, это немножко другое. Вот, когда-то французский философ Эрнестр Ринан представлял блистательное будущее человечества 19-е, вот, где существует торжество науки, где разум человека бесконечно умножился, и он познал все свое прошлое, все тайны истории мира, и человечество стало всемогущим. Мало того, Ринан даже так писал, что выделилась небольшая часть аристократов ума, которые являются головой человечества, и масса их сделала хранилищем своего разума. Вот такая вот история. Да, и мало того, Ринан также писал, что существует и научный ад для непокорных. Ну, вот, такой получается сверхчеловек, полубог, практически бог, но насколько этот бог действительно таковым является. Вот, всемир сухого кабула, сухого кабулина в этом плане очень интересен для нас. Вернадский также еще обращает внимание на то, что обязательно должно быть что-то, что все человечество будет объединять. Для Вернадского это ноусфера, для Федорова это философия общего дела, то есть человеческая личность это высшая ценность, и такая же ценность это бесконечная преображенная жизнь, и бесконечное нравственное чувство, которое требует помощи и спасения всех погибших. Сейчас мы перейдем к нему, я о смерти еще буду сегодня рассказывать. Ну а пока давайте немножко рассмотрим Вернадского. Итак, ноусфера. Впервые ноусфера термин прозвучал в стенах старейшего французского учебного заведения, это Парижского колледжа Франс на лекциях 1927-1928 годах и из уст последователя Бергсона, философа и математика Эдуарда Леруа. Леруа как раз тоже оказался как бы сказать не первым здесь, у него был соавтор ноусферной теории, это Теан де Шарден, палеонтолог и философ. Я думаю, эта фамилия вам хорошо известна, де Шарден. И в целом Вернадский потом подхватил эту идею именно с точки зрения ноусферы. Но Владимир Иванович Вернадский принимает идею ноусферы и решает ее дальше. С конца 30-х годов он начинает допустим есть у него такая статья называется «Несколько слов о ноусфере». Это 1944 год. По его мнению появление человека в ряду восходящих жизненных форм означает, что эволюция постепенно переходит к употреблению новых средств то есть психического духовного порядка. И с первой мысли человека о себе и о мире с первого минимального практического изобретения идея и проект начинает передаваться устно в преданиях в сказаниях затем письменно посредством документов потом посредством книг и совершенствуется. Но постепенно эта сфера знаний развивается и постепенно она должна переходить немножко в иную форму. То есть на биосферу должна накладываться некоторая новая сфера сфера разума и ведущую роль в ней играют как раз разумные идеальные реальности. Это творческие открытия это духовные художественные научные идеи которые осуществляются материально в материальной физической природе в постройках в орудиях в машинах в комплексах в произведениях искусства именно таким образом это должно происходить. Вы знаете в плане ноосферы конечно это очень интересно когда периодически мне приходится заниматься регрессионным гипнозом и я когда мы изучаем некоторое время куда я посылаю моих испытуемых они мне начинают описывать некоторые исторические эпохи иногда они бывают очень интересными и потом я как раз я записываю многое из того что они видят там и я пробую понять что же мы там наконец наблюдаем нет я конечно не буду делать выводы что мы действительно видим то время которое было когда-то нет конечно но то что люди начинают черпать какие-то знания находясь в состоянии гипноза вот это для меня очень интересно вот очень похожее кстати о ноосфере писал и Павел Флоренский допустим в письме к Вернадскому от 29 года он пишет со своей стороны хочу высказать мысль нуждающуюся в конкретном обосновании и представляющую скорее эвристическое начало это мысль о существовании биосфере или может быть на биосфере того что можно назвать пневмотосферой то есть существование особой части вещества вовлеченной в круговорот культуры или точнее круговорот духа иными словами пневмо это духовное начало ноос это ум или разум то есть получается это особая сфера или особый разум зона особого пространства вот давайте подумаем какие мы еще знаем похожие психологии на данные подходы теории ну если вспомним того же самого Сигизманда Фрейда Сигмунда Фрейда у него есть индивидуальное бессознательное есть коллективное бессознательное у Карла Густава Юнга где мы как раз изучаем то что всему человечеству свойственно ну и наконец родовое бессознательное олипотасонде три подхода а в данном случае это единое разумное начало это все что создало человечество все что каждый из нас может находить в этом огромном разумном пространстве и черпать оттуда какие-то знания но каждый из нас это немножко и привносит если он что-то создает привносит в это пространство когда-то давно было такое понятие эгрегор иногда мы говорим намоленное место или проклятое место то есть это место которое помнит некоторые события которые происходили здесь когда-то раньше эгрегор это некоторая тема которая подпитывается бесконечно большим количеством людей допустим намоленное место это как раз такая тема вот тоже немножко похожий подход согласитесь но вот у Федорова регуляция правящего разума природы она проявляется тоже очень своеобразно то есть регуляция природы определяет себя как новая ступень эволюции как сознательно волевое преобразовательное действие которое выполняется существами разумными нравствами трудящимися для всего общего дела человечества ну и соответственно здесь мы очень близко подходим к идее богочеловечества богочеловеческого процесса и соответственно процесса обожения и преобразования мира Сергей Николаевич Булгаков в книжке философия хозяйства за 1912 год пишет что присутствует следующая природа достигнув в человеке самосознание и способности труда над собой вступает в новую эпоху своего существования вот всю космогонию Булгаков предлагает разделить на два периода первый это инстинктивный период он досознательный или дохозяйственный то есть до появления человека и сознательный хозяйственный после появления человека соответственно вот эта вот идея о владении землей о новом обретении прав на природу человеком которые некогда были утеряны это процесс медленный сложный но он должен идти потому что сначала человек испытывает рабство материи вещей отчуждение от них а постепенно должен преодолевать этот разрыв и становиться более совершенным вот эта вот совершенность мало того у ряда авторов присутствует предноосфера и будущее новосфера иногда даже говорят так что существует антропосфера человеческая сфера социосфера да социум далее техносфера которая я думаю мы сейчас с вами уже в техносфере во многом существуем ну и четвертое это уже новосфера но ноосфера будет достигнута человечеством очень и очень нескоро и здесь конечно мы должны понимать что ради фразы как орудия своего дальнейшего развития ну орудия которое конечно наделено свободой разум он казалось бы свободен эволюция такое впечатление что он рискнула решила посмотреть что будет дальше вот обратим внимание свобода это свобода говорит не только да сознательному мира но и нет вплоть до решительного и окончательного нет всей эволюции то есть в данном случае свобода может довести и до уничтожения что часто человечество и пробует сделать да с собой понимая что скорее всего до нашей цивилизации на этой планете существовали другие цивилизации мы прекрасно понимаем что это уже было и скорее всего будет вот и может быть еще не раз но здесь важно немножко другое у Вернадского существует идея сознательно-активной эволюции вот это вселенскость когда человечество полностью захватывает всю биосферу для жизни во-вторых это единство человечества вот ну человечество на самом деле привыкло относиться к идее единства и равноправия братства как к чему-то очень условному относительному и в наше время мы прекрасно понимаем все эти прежние идеи очень сильно устарели они потеряли свою значимость они стали дежурными они стали фальшивыми но здесь речь идет о первоопределениях этих а не о том что постепенно потеряло смысл вот согласно Вернадскому биологически это выражается выявление в геологическом процессе всех людей как единого целого по отношению к остальному живому населению планет вот единство человечества по Вернадскому в наше время это двигатель жизни двигатель быта народа да и задачи государственных образований человечество созидает культуру общечеловеческую культуру созидает сходную форму научной технической бытовой цивилизации стоп а тут мы с вами уже видим что человечество уже созидает квазикультуры альтернативные культуры которые пробуют навязывать большинству да это тоже бывает очень интересно еще один фактор очень важный по Вернадскому это омосовление общественной исторической жизни когда народная масса получает все большую возможность сознательного влияния на государственные общественные дела ну вот с постепенным развитием возможности интернета мы стали понимать что люди если раньше допустим они понимали что существует только радио а потом только телевидение сейчас они уже понимают что в принципе каждый из нас может понемногу вкладывать в развитие каких-то идей вот свои силы свои усилия даже те же самые видеоблоги это сюда же относятся ну конечно научная мысль развивается несколько лет назад когда был очень популярен спиннер такая странная безделушка это вызывало удивление что человечество изобрело за последние десятилетия спиннер это то что антистресс то есть стресса так много что ничего толком изобрести казалось бы не могли нет изобретений было много и были изначальные безделушки которые потом превращались в прекрасные идеи и разумеется здесь вот будем потом обязательно говорить о влиянии фантастических произведений на будущее и вот если вы помните фильм Back to the Future назад в будущее там как раз речь идет о некоторой доске о некотором воздушном скейте да и вот если вы внимательно присмотритесь постепенно воздушный скейт превратился в современный электросамокат и действительно это похоже да есть уже разные разработки что есть воздушные скейты и прочее но да это электросамокат это сюда как раз или гироскутер тот же самый по тому же принципу выстроено все то есть матрица будущего была заложена и постарались сделать так чтобы она в той или иной степени была реализована ну или допустим дрон безделушка изначально которая поменяла наше видение мира и оказалась в настоящее время весьма опасной с другой стороны и полезной в разных моментах но самое главное увидеть мир с высоты птичьего полета вот к чему я это говорю да то есть возможности появились новые возможности а научная мысль это неизбежное закономерное будущее естественное явление и у Вернадского очень сильно проявляется вера в науку и она у него была безгранична вот он пишет что научное знание которое проявляется как геологическая сила создает ноосферу но не может приводить к результатам которые противоречат тому процессу созданием которого она является ну конечно писал на эти строки перед второй мировой войной а опыт второй мировой войны показал к сожалению что наука прекрасно служит как белым силам так и темным силам антиноосферным силам причем активно служит этому и Вернадский пишет что война выявила невиданные ранее применения научных знаний в целях научных и военных разрушений ну теперь вопрос почему получается что успех иноосферы рост созидательных достижений не идут одновременно с накоплением такого же но разрушительного разрушительных возможностей которые грозят вообще взорвать всю зону жизни вот в 1915 году Вернадский пишет статью война и прогресс науки предлагает идею нужно обезвредить негативную науку и все ее кошмарные плоды наукой защитительного и охранительного свойства ну конечно и с точки зрения идеалистического подхода так быть должно но здесь сразу возникает вопрос первое о суде кто второе что является критерием разрушительных возможностей вот сейчас допустим проводятся эксперименты по восстановлению отдельных древних вирусов которые вы знаете да что сейчас постепенно у нас антарктида начинает таять появляются новые возможности как раз к тому чтобы получить доступ к тому что когда-то замерзло и на протяжении многих столетий находилась во льду и попытка допустим восстановления древних вирусов с одной стороны очень интересно то что вирус конечно это не живой организм казалось бы он цепляется за живой организм но ключевым здесь является другое с одной стороны это знание а теперь давайте подумаем а если это знание случайно вырвется на свободу древний вирус вырвется на свободу чем это грозит и получается что с одной стороны конечно это ноосферная наука а с другой стороны получается что это антиноосферная наука то есть здесь есть отдельные темы которые для нас могут быть весьма опасны мало того мы знаем что сейчас геном человека практически расшифрован полностью хотя на это уйдет еще несколько десятилетий я полагаю но практически расшифрован зачем нам нужен геном давайте подумаем идея создания идеального человека это и все бы было хорошо и изначально так оказалось есть хорошие гены и плохие гены да уберите плохие гены оставьте хорошие оказалось в генах присутствует на самом деле защита от дурака каждый ген несет себе несколько предрасположенностей одна из них может быть положительной а две других могут быть отрицательными они друг в друга вцепляются именно таким образом и получается так что некоторые особенности могут усиливаться в положительную сторону но приводит к тому что такое создание длительное время жить не может или оно получает какие-то дополнительные аддикции и так далее то есть мы здесь видим что что-то будем считать эволюцией хотя бы нам антельброд когда-то сказал что эти фракталы в этом мире явно не сами по себе упорядочились то есть изначально был кто-то кто все это запустил кто-то включил то есть математик гениальный математик пришел к идее Бога вот но все равно значит вот когда мы говорим о том что должна существовать положительная наука и по возможности блокировать отрицательную науку ну хорошо а творческие возможности Лысенко помните был такой чудесный сталинский период персонаж который предлагал как раз на севере высаживать разные сорта пшеницы где-нибудь в тундре допустим да и все это будет получаться да прекрасная идея вот но идея разумеется абсурдная но ведь бывают периоды когда в абсолютный бред верят и мы прекрасно знаем нацистский период Германии когда то же самое Гюнтер предложил свою идею арийских типов личности безумно смешно выглядит этот текст допустим где они обитают чаще распространены какой ореол обитания у арийских типов есть но мы же прекрасно понимаем что это абсурд но все равно важно теперь такой вопрос можно ли в человеке которого заносит часто в самые тяжелые в самые сложные темы можно ли в этом человеке найти абсолют абсолют с точки зрения абсолютного положительного развития космисты говорят нет невозможно и Федоров говорит что невозможно в должной степени так же считает и Булгаков и Флоренский и Бердяев абсолют это высший идеал это то что стоит выше человека абсолют это бог то есть это высший преображенный человек в составе бога человеческого единства а на фоне этого единства тело это темница души и она на самом деле не позволяет подобного сделать теперь давайте посмотрим у Федорова человечество самодовольно погрязло в низшей свободе оно мечется во все стороны оно изведывает все искусы все возможности своего природного круга существования и никогда не может обрести высшей свободой и своего благого избрания идеала ноосферы ну или царствия небесного так мы можем сказать до тех пор пока не начнет направленно преобразовывать свою теперешнюю физическую природу для того чтобы постепенно эта природа становилась способной осуществлять высший ноосферный идеал а может быть активно христианский когда-то Гердер назвал человека наивеличайшим убийцей на земле нобелевский лауреат Коннорд Лоренс когда-то он больше конечно зоопсихолог но все-таки именно он внес в психологию и в социальную психологию такую идею социальной этологии этология это ритуалы которые более присутствуют у животных но мы знаем что у людей тоже эти ритуалы прекрасно наличествует это и ритуалы ухаживания и так далее они все явно есть и вот Лоренс говорил следующее что у животных которые обладают достаточно сильными возможностями себя защитить всегда уважительное отношение друг к другу а те самые животные которые не имеют подобной защиты человек к ним относится не когти но ногти у него очень слабые зубы тоже не очень сильные то есть здесь кроме интеллекта особо защититься то и нечем если не создавать новое орудие труда то вот такие виды животных как человек обычно негуманно относятся к представителям своего вида а у человека случилось так что благодаря интеллекту он стал создавать оружие и орудие труда при помощи которых он стал совершенным но не стал гуманным и так и остался если вспомнить слова Гердера наивеличайшем убийце на земле да вот это вот особенность дальше человек животное гетеротропное то есть зависящее своем питании и существовании от других живых существ или от продуктов жизнедеятельности есть некоторые растения ну больше даже почвенные бактерии это автотропные то есть самопитающиеся существа которые растения которые строят свой организм не пожирая других существ на основе какого-то костного мертвого вещества окружающей среды что это может быть соли газы водные растворы или допустим солнечный свет или лучистая энергия космоса как один из вариантов и вот по вернадскому дальнейшее развитие человечества должно состоять в том что он будет менять форму питания и формы источников энергии которые человеку доступны можем вспомнить Франца Антона Мессмара который когда-то писал что человек получает это 18 век получает энергию из воды еды воздуха и положительных эмоций да ну только вот здесь есть еда и вода да это тоже важно если вода более-менее понятна что мы можем ее получать то еду мы должны добывать по вернадскому нужно менять форму питания и соответственно должен меняться синтез пищи без посредничества организованных существ вот пока мы можем говорить только о промышленном синтезе пищи ну на самом деле еще французский химик Марсен Вертело еще при жизни Федорова проводил подобные эксперименты но о промышленном синтезе пищи но пока в должной степени это себя не проявило положительно мы знаем что существуют генномодифицированные продукты но это опять немножко не то мы знаем что существует химия химические вещества которые имеют некоторый вкус пищи но это опять же для организма довольно вредно да и получается так что растение пожалуй только растение имеет возможность переводить солнечную энергию в такую форму которая создает организм который обладает потенциальным бессмертием то есть не уменьшает он увеличивает энергию исходного солнечного луча Целковский писал о будущем человеке который является животным космоса который ассимилирует в своем питании солнечные лучи и элементарные вещества благодаря чему становится бессмертным вот она вот она идея бессмертия то есть на самом деле если человек по-другому научится питаться нет это не изменение диета или не изменение рациона питания питаться совершенно по другому принципу только тогда он сможет стать бессмертным ну вот здесь тоже есть очень интересная идея если мы посмотрим с вами о живом организме здесь наверное все таки уместнее вспомнить Владимира Федоровича Купревича который говорил о жизни и смерти до 60-х годов 20-го века согласно ему в основе жизненных форм лежит протопласт то есть это комочек вещества такого сложного вещества который постоянно обновляется то есть он способен к неограниченным изменениям своих свойств в процессе обмена материи и энергии со внешней средой протопласт способен к построению живого вещества определенного типа или вида и может это делать безгранично много ну некоторые микроорганизмы допустим одноклеточные берем имфазорий этим обладают они могут пролежать в солевых отложениях сотни миллионов лет а потом оживают попав в благоприятные условия или допустим секвоя которая живет тысячи лет а смерть у нее наступает не от старости а от внешних причин и вот как раз Купревич пишет человек прочнее скалы я бы сравнил его с рекой воды в ней меняются а река остается все та же спрашивается почему же этот вечный текущий процесс жизни должен иметь конец почему на каком-то этапе самообновление организма начинает давать перебои сбои организм стареет а потом умирает Купревич считает что смерть возникает в природе эволюционно вот это кстати я прошу зафиксировать очень интересную мысль смерть это особое средство для более быстрого совершенствования рода то есть целого под действием естественного отбора то есть природа в процессе своей эволюции стремится к созданию более высшего существа и не жалея для этого мириады индивидуальных животных жизней отсюда и целые роды и целые семейства огромное человечество постепенно умирает для того чтобы формировались новые виды человечества да и таким существом человек становится в нем впервые оформляется то что мы называем личностью что такое личность это неподменимое неразложимое телесно-духовное единство которое является уникальным с точки зрения самосознания которое включает чувства возможности развития личности и он пишет Купревич пишет смерть противна самой природе человека вероятно человек интуитивно понимал что века на протяжении которых шла эволюция потрачены зря если жить ему всего 50-70 лет то есть Купревич приходит к идее бессмертия ну вот видовая граница человеческой жизни средний срок жизни человека возникает вследствие эволюции физической природы предков современного человека может быть раньше люди жили больше и если мы вспомним Библию действительно там речь идет о сотнях лет но в то же время мы прекрасно понимаем что жизнь не абсолютно не безыблема и естественно отодвинута и может быть отодвинута на неопределенное число лет на самом деле у человека высоко дифференцированные нервные клетки в отличие от других клеток организма и они не меняются от рождения до смерти Акупревич считал что появляются новые психотерапевтические методы которые способны предотвратить нервную систему от износа и регенерировать ее здесь большой привет как раз Хасайу Магомедовичу Алиеву который подобными вещами как раз и занимается что безумно интересно а если мы говорим о вирусе смерти который запрограммирован у человека то также можно тогда говорить и о вирусе бессмертия который проникнет в каждую клетку организма и сможет ее омолодить или сделать бессмертной откуда как раз для победы на смерть необходимо обнаружить первопричину смерти понять основные механизмы жизни которые потом можно будет регулировать в нужном направлении в ближайшее время я надеюсь мы запишем с одним интересным человеком который работает гистологом и патологоанатом отдельную лекцию посвященную онкологиям и у меня было несколько лекций на эту тему я как психолог об этих вопросах говорил а там мы как раз выйдем немножко в другом разрезе к этой теме я думаю что это будет тоже очень интересно возвращаясь к Копревичу он верил что наступит эра долгожителей а затем и полностью бессмертных людей но пока на самом деле вот допустим когда я думаю что человечество станет бессмертным я вижу здесь больше минусов чем плюсов потому что люди достаточно разные и соответственно люди всегда когда их становится много имеют тенденцию становиться более агрессивными в некотором плане да многое зависит от культуры но мы прекрасно понимаем экспансия была и будет в любом случае это вопрос специфический но в то же время пока человек смертен сохраняется и самый глубокий исток зла и страданий который тоже приводит к вражде к разделению к соперничеству к вытеснению друг друга на разных уровнях для того чтобы за свой короткий промежуток жизни достичь большего да и убрать оппонентов чтобы они не мешали и поэтому мы должны подумать что увеличение видовой продолжительности жизни приведет может быть к нравственному подъему человечества на что хотелось бы верить хотя я не полностью к этому отношусь положительно потому что общество имеет тенденцию всегда когда большинство людей начинает думать одинаково становиться очень агрессивным вот эта особенность весьма специфическая помните римскую максимум риблинин каждый риблинин по отдельности умный человек когда они все вместе это стадо баранов вот приблизительно та же самая история глубокая причина допустим нашего прогресса прогресса технического в том что происходит частая смена поколений и каждое поколение так положено начинает свою жизнь с нуля и в процессе длительного воспитания и образования по логике каждый из нас должен овладеть духовной и нравственной культурой которая до нас человечество уже сформировало к нашему рождению но вопрос каждый ли человек овладевает этой культурой нет и дальше еще не избирает ли он в некотором своем наследии ложные вредные какие-то несовершенные элементы а исправлять подобные элементы бывает достаточно опасно та же самая идея нацизма и соответственно умудренный опытом знанием просветленный человек может конечно жить долго но обычно он опять уступает место детям которые заново начинают повторять подобную судьбу а в ряде случаев могут и усилить и даже усугубить старые ошибки так что вот тут когда мы говорим о продлении жизни это не только важное для общества продление активной деятельной богатой опытом жизни человека но и представление ему большей возможности увидеть исторический культурный опыт человечества или попробовать разные установки отношения к людям и к жизни стать более гуманным более совершенным более эффективным вот у Федорова есть прекрасная идея что нужно изучать прошлое наших предков для того чтобы подготовить возможности для их воскрешения и преображения вот куда он идет и в данном случае Федоров считает что мы должны постепенно идти не только вперед но и воскрешать тех кого уже нет с нами а для этого необходимо чтобы человечество собирало рассеянные частицы праха умерших и складывало их в тела интересная мысль у него есть вот когда-то у Аристотеля подобное было что душа это такой формообразующий принцип человека где эта душа каждую частичку человеческого тела каким-то образом отмечает и в посмертном рассеянии каждый элемент человеческого тела бывшего сохраняет индивидуальную печать ну вот на самом деле в наше время есть идея клонирования или допустим воссоздание организма по отдельным клеткам каким-то да есть криминологическая возможность восстановления лица человека посредством черепа как один из вариантов и у Федорова возникла удивительная идея это идея где сын воскрешает отца как бы из себя а отец воскрешает своего отца и вплоть до первоотца и первочеловека то есть здесь подразумевается возможность восстановления предка по той наследственной информации которую он передал потомкам вот куда Федоров приходит по поводу бессмертия другую сторону совершенно неожиданную да не в будущее а в прошлое и он настаивает на необходимости очень подробного изучения прежде нас живших людей восстановление их образов ну может быть мысленных изначально а потом целых поколений целых народов целых семей целых групп и необходимо выявлять наследственный генетический код всего человечества в качестве предварительного условия восстановления прошедших поколений но прежде всего вернуть восстановленному человеку его уникальное самосознание из поколения в поколение то что мы получаем вы знаете эта идея конечно один в один близка к идее трансгенерационной психологии да это изучение психологического опыта предыдущих поколений на эту тему у меня несколько лекций записано на канале они присутствуют но вот вопрос следующий что остается от человека после смерти действительно ли его покидает бессмертная сущность душа или по Федорову это оптический образ или может быть биопсиполе как у Манеева но на самом деле может быть эта сущность где-то сохраняется в каком-то виде это вот очень интересный вопрос а если сохраняется то где именно что же это такое на сфера что это может быть еще может быть какой-то тот свет другой мир или в сказках это нафь получается не яфь но нафь и вот конечно понятие смерти причин ее да или изменений которые происходят в человеческом организмом когда он начинает умирать или посмертное состояние человека вот это вот как раз очень важная тема о которых пишет Федоров и здесь мы конечно с вами видим очень интересные пересечения ну на сегодня для первого выпуска мне кажется достаточно вот смотрите сегодня мы рассмотрели идеи бессмертия человеческой души да бессмертия человечества генетики человека некоторые подходы с точки зрения распространения человека выходя за пределы планеты земля хотя на самом деле действительно не земля но вода воды здесь гораздо больше чем земли и тогда мы все-таки должны называть эту планету как когда-то ее называли это гея планета гея да это именно богиня гея да вот она такова и вот в данном случае мы конечно понимаем что постепенно человечество должно переходить на другие слои существования не физические слои очень интересная идея космистов может быть немножко умозрительно но давайте так обычно каждое поколение закладывает матрицу будущего и космисты это сделали им это удалось и действительно для нас эта тема конечно сейчас она толком не реализована но мы уже знаем что существует виртуальное пространство и с каждым годом это виртуальное пространство все более проникает в нашу жизнь существует биохакинг который конечно сейчас примитивен еще 20 лет назад когда я был больше 20 лет назад когда был заведующим лабораторией психодиагностики я надеялся что когда появятся у нас виртуальные шлемы мы сможем помещать человека в эту виртуальную среду и он будет там существовать в определенной степени да конечно сейчас это есть и могу сказать больше это практика управления дронами когда летит дрон но пилот находится совсем не там кстати говоря у Пелевина есть такой довольно интересный роман называется СНАФ где как раз такой вот пилот управляемый летающей капсулы который умеет стрелять но больше снимать как бы да ну дрону на самом деле такого специфического вот он сам тучнеет жирнеет у себя в домашних условиях но управляет этим дроном как один из вариантов жизни будущего человечества ну на самом деле мы прекрасно понимаем что виртуальная среда действительно связана так же и с нашим сознанием с нашим пониманием с нашим видением происходящего и это иногда бывают очень токсичные темы иногда бывают опасные темы и коли сегодня мы немножко с вами поговорили еще и в отношении допустим искусственного разума что тоже вопрос интересный и конечно космистов эта тема давно довольно серьезно занимала это тоже вопросы 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 но которые не остаются для нас устаревшими это актуально это серьезно и это рядом с нами если мы вспомним Тимоти Лири замечательного американского неубиваемого психолога одиозного сложного ну вспомните хотя бы песню Beatles Come Together это как раз ему Джон Леннон посвятил эту песню вот но он когда-то говорил что человечество постепенно уйдет в виртуальную среду и виртуальная среда начнет контролировать и управлять человечеством если мы внимательно посмотрим это действительно так буквально среди несколько лет после смерти Тимоти Лири выходит фильм Матрица первый фильм Матрица имел какое-то содержание в отличие от последней версии но дело немножко в другом то есть люди которые живут в виртуальном пространстве частично мы сейчас с вами перешли в этот интересный мир потому что когда выходишь на улицу чаще видишь людей которые смотрят свои телефоны то же самое происходит в транспорте то же самое происходит в любых помещениях люди живут в виртуальном мире этот виртуальный мир заменил им мир реальный это на самом деле очень своеобразная история но это тоже есть и соответственно как видите мир космизма он достаточно огромен и интересен и вторую часть нашей с вами лекции я как раз посвящу проблеме любви будущего человечества что такое любовь и определение любви и постепенно будем выходить опять же к очень глубинным вопросам будущего человечества ну а сейчас носим давайте завершим субтитры субтитры субтитры